Итак, возвращаясь к протоколу коронального смещения, при устранении одиночных рецессий Десны, мы рассмотрим с вами противопоказания для этого метода. Первый – это четвертый класс по Миллеру, так как там отсутствует межзубной сосочек, что очень важно при данной методике. Наличие тяжей и уздейчик. На сегодняшний день, когда мы знаем несколько методов разнообразных при устранении наличия тяжей и уздейчик одномоментно в операцию, это противопоказание становится условным. Отсутствие прикрепленной Десны и эпикальной рецессии Десны тоже является условным противопоказанием, так как в данном случае мы просто используем двуслойный метод. И абсолютным противопоказанием являются щелевидные дефекты выше слизистой Десневого соединения. Методика операции коронального смещения разрез, моделирование хирургических сосочков, формирование слизистой надкосничного лоскута и слизистой расщепленного лоскута, деэпитализация анатомических сосочков, обработка поверхности корня, удаление бесклеточного цемента корня зуба, мобилизация слизистой надкосничного лоскута. Если мы используем двуслойную методику, то установка и фиксация пластического материала, сопоставление хирургических и анатомических сосочков и фиксация слизистой надкосничного лоскута. Сейчас мы с вами на примере следующих слайдов рассмотрим каждый из этих этапов детально. На данном рисунке представлен протокол коронального смещения пункт 1. Разрез. Итак, протокол формирования разреза для коронального смещения. Вы должны измерить градуированным парадонологическим зонтом глубину рецессии от цементно-эмалевого соединения до края Диснея в области зенита. Этот показатель, равный какому-то значению в миллиметрах, вы откладываете от вершины межзубного сосочка с обеих аппроксимальных поверхностей в опекальном направлении. Отложив это значение, вы ставите там точку градуированным зонтом. Эта точка будет являться зоной отреза вершины хирургических сосочков. Итак, вы устанавливаете скальпель перпендикулярно поверхности Дисны и делаете два плавных вертикальных движения, заостряющиеся к зубу, формируя тем самым будущие хирургические сосочки от точки, которую вы отметили от вершины анатомического сосочка. Проводите вертикальные разрезы выше мукогенгивальной границы. Это и есть дизайн разреза. После того, как мы сформировали дизайн разреза, мы начнем выполнять моделирование слизистонокосничного и слизистоносчепленного лоскута. На рисунке представлено два значения. Это split и full. Также буквы S – это означает split, по-английски расщепленный, full – по-английски полный. То есть в области, где написано full, это будет полнослойный слизистонокосничный лоскут, там, где написано S или стоит буква S, это будет расщепленный слизистонокосничный лоскут. Скальпелем. Начиная от опроксимальных поверхностей вертикального разреза с обеих сторон, вы начинаете расщеплять хирургические сосочки, доходите до зенита рецессии. В этой области формируете полнослойный лоскут, обязательно на котором должна сохраниться надкосница. Такое формирование лоскута с двух сторон расщепленные хирургические сосочки, полнослойный над зенитом рецессии, формируется до мукогенгивальной границы. Далее формируется расщепленный слизистонокосничный лоскут за мукогенгивальной границы для того, чтобы появилась мобилизация слизистонокосничного лоскута и его подвижность. Проводится это иссечением мышечных тяжей и мышц от собственно слизистого слоя. Взяв пинцет, заведя скальпель под лоскут, опустив лоскут с пинцетом на скальпель, легкими подбревающими движениями, мы начинаем расщеплять собственную слизистую от мышц. Продолжая рассматривать протокол коронального смещения. Итак, в предыдущем слайде мы рассмотрели разрез и моделирование слизистонокосничного и слизистоносчепленного лоскута. Теперь мы посмотрим, как на этом рисунке будет смещаться коронально уже нами смоделированный лоскут путем совмещения сосочков хирургических с анатомическим. Предварительно анатомические сосочки мы доэпитролизировали, тоже создав расщепленную зону соединительной ткани. Таким образом, сопоставив хирургический сосочек с расщепленной поверхностью анатомического сосочка, мы получаем полнослойный слизистонокосничный лоскут в зоне самой рецессии и перемещаем на всю глубину рецессии хирургические сосочки сопоставить с анатомическим лоскутом коронально. Повтор. Таким образом, на данной рисунке мы видим, что сопоставленные хирургические и анатомические сосочки нужно теперь закрепить швами. Делается это одним двойным обвивным кисетным швом. Так происходит первая фиксация сопоставленных хирургических и анатомических расщепленных сосочков. Методика шва. Вы выполняете вкол в основании межзубного хирургического сосочка с вестибулярной поверхности, выкол изнутри, вкол в середину анатомического сосочка, нитка выходит с оральной поверхности, обвивает зуб, пунктир за зубом, вот вы можете это наблюдать на рисунке, выкол в анатомический сосочек с вестибулярной стороны, вкол в нёбную, выкол с вестибулярной, вкол изнутри, в слизистно-косичный лоскут, в основание хирургического сосочка, выкол вестибулярно, вкол чуть выше следа вертикальности шага, вкол в вестибулярный межзубной хирургический сосочек, вкол в анатомический расщепленный сосочек межзубной, выкол с оральной поверхности, обвитие, опять же, с оральной поверхности шейки зуба, вкол в анатомический сосочек, в основание, выкол в контактный пункт, не протыкая расщепленный анатомический сосочек с вестибулярной стороны, фиксация двойным узлом. Дальше. Зафиксированный слизистно-косичный лоскут, таким образом, теперь фиксируется в новом коронально смещенном положении, в самой вертикальной точке вертикальных разрезов. Простым узловым швом шов должен быть субпериостальный, то есть под надкосницу, вы прошиваете этот шов вместе с надкосницей и пришиваете в новом положении слизистно-ращепленный лоскут к надкоснице в новом положении. Дальше ушивание вертикальных разрезов происходит любым произвольным, доступным вам методом. Если вы применяли пластический материал в этой операции, тогда этому предшествует фиксация пластического материала, и если применялся пластический материал, также пластический материал фиксируется еще снаружи крестообразными швами. Эти швы мы разберем с вами в следующих слайдах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok